Всем привет! С вами снова Илья. Обзор прогноз криптовалютного рынка на 21 июля. Итак, биткоин доминация 46,2%. Сам биткоин подрос с момента вчерашнего обзора примерно в пределах 3%. Аналогичный отскок мы видим по альткоинам, но в принципе это все дело было ожидаемо вчера. Я вам говорил о том, что часто альткоины будут показывать прирост процентов на 10 после такого движения вниз. И биткоин тоже процентов на 5-7 здесь вырастет. И это пока что ни о чем нам говорить не будет. Давайте сразу, наверное, перейдем к биткоину. Посмотрим, что здесь можно ожидать дальше. Также взял несколько альтов и просили еще в комментариях Dash рассмотреть недавние пампы, дампы. Все вместе там за 2 дня. Буквально 3 раза, кажется, он сходил и туда, и сюда. Поэтому посмотрим, что можно с ним придумать. Итак, давайте начинать с биткоина прежде всего. Здесь, значит, у нас все по плану. Мы видим восстановление к отметкам как раз примерно тем, которые вам говорил вчера. 3700-3800. И на данный момент цена немного остановилась. Здесь на самом деле достаточно... Вот сейчас сложный момент был. Если несколько предыдущих дней можно было довольно высокой точностью говорить о том, куда далее может пойти цена, сейчас сценарий немного интересный. Мы видим, что вот эта вот пауза, она на самом деле не очень хороша. Не очень хороша для дальнейшего движения вниз. Потому что вот такой вот рост и пауза на уровне, вот она очень хорошо заметна, например, на 5-минутном графике. Видите, вот такая вот пауза еще и повышающиеся вот эти вот максимум и минимумы. Это больше все-таки бычий признак. Бычий, по крайней мере, на дальнейшее движение наверх. Давайте вообще посмотрим, из-за чего вот это вот движение, ну, в принципе, возникло. Здесь, когда цена пробила вот этот вот уровень, возникло большое количество шорт-позиций, которые в том числе набирались у нас по вот этому вот диапазону. Здесь тоже большое количество шорт-тистов набиралось. И впоследствии мы увидели вот такое вот движение вниз для того, чтобы эти шорт-позиции вытеснить, заставляя их закрываться как по маржин-холлам, так и по стоп-лостам. Теперь, логика заключается в том, что такое движение, оно обычно за какие-то яркие максимум и минимумы идет и может быть примерно за начало открытия этих позиций, потому что часто переставляют стоп-лостов без убыток и за счет этого мы наблюдаем, в общем-то, именно движение за вот этим вот началом позиции. Начало открытия таких позиций, оно может быть как вот на этом вот резком движении, так и за вот этим вот хаем, так и за вот этим вот хаем, так и вообще вынос вот этого бокового диапазона, где тоже большое количество шорт-позиций. В общем, вариантов достаточно много. И в связи с этим есть предпосылки достаточно существенные на то, что это движение, оно еще продолжится некоторое время, как минимум за вот этот вот хай. А впоследствии оно может выйти и за уровень, и за вот этот вот хай, и только впоследствии оно может привести к дальнейшему снижению. Вот, сейчас я начертил это дело, потому что видите, здесь достаточно многое на это указывает, и вот этот вот повышающийся ценовой канал после роста с консолидацией, это и хай, которые еще не были выбиты, потому что если это окончание движения, опять же рассуждение, если это окончание движения, то почему оно не пошло за этот вот хай, почему оно остановилось в таком абсолютно непонятном месте, как будто бы говоря, все заходите в шорт, и сейчас вы снова разбогатеете. Поэтому тут остается довольно большое количество вопросов, и все-таки нужно немного подкорректировать дальнейший сценарий, как мне кажется, потому что такое движение, оно может привести и к более резкому движению наверх. Вот, но опять же повторюсь, вымыслили из вчерашнего видео, что не стоит вот на такое движение ловить, такое движение в лонг ловить, это прежде всего дает нам основание для выставления стопородировок, дает нам основание для потенциальных точек входа последующих в шорт, потому что глобальный сценарий здесь пока что не меняется. Но вот такое вот восстановление, оно все-таки часто в краткосрочной перспективе будет приводить к еще чуть большему росту. Ну, ладно, здесь мы, в общем-то, посмотрим, и здесь пока что каких-то интересных трейдов по BTC нет. По альтам, в принципе, вот, как я вам вчера говорил, примерно такое же впечатление сейчас и создается. Опять же, видите, все альты на уровнях, все альты от этих уровней начинают восстанавливаться, все показывают отскоки на 7-10%. Вот, например, я вам показываю, вот, помните, мы вчера рассматривали там Ripple, вот он ETH, все говорят, давай залетай. Такое восстановление, оно, в принципе, может быть, ну, не то, что оно прям может быть очень большое, но вот, например, здесь мы видели восстановление вот такого характера, здесь мы видели восстановление вот такого характера, сейчас касание, оно, ну, имеет очень широкий диапазон потенциальный, это и, в принципе, там, уровень 2200 и 240, и вот куда-то сюда, то есть оно может очень далеко куда восстановиться, единственное, ну, не то, что единственное, но основная мысль, которую мы можем по поводу него сказать, что оно не должно по логике перебить вот этот вот хай, потому что мы видим, что эти отбои, они затухающие, здесь у нас идет что-то вроде, сейчас более правильно построим, здесь у нас идет что-то вроде такого вот нисходящего треугольника, как-то так он будет выстраиваться, здесь у нас идет что-то вроде нисходящего треугольника к пробою вот этого вот уровня к низу, и быки потихоньку сдуваются, и вот видите, потенциал, он достаточно существенный, то есть он может дойти плоти до 2200, поэтому предсказать именно докуда здесь будет достаточно сложно, и пока что я этого делать не решаюсь, я понимаю, что это там с предельной точкой где-то 2200, но докуда именно его протянут, здесь вопрос достаточно большой, поэтому что по эфиру, что по риплу, что, например, по тому же Солана, видите, у всех отбой примерно от одних и тех же границ, мы сейчас в такой ситуации, когда не совсем ясно, сколько именно цена здесь может вырасти, ну и в завершении, наверное, рассмотрим на Dash, здесь у нас было довольно большое количество вот этих вот взлетов и падений, и вопрос, наверное, самый основной, ждать ли от него чего-то или, наверное, не стоит. Ну, вообще, вот такое вот движение наверх, это говорит об очень низкой ликвидности монеты на данный момент времени, потому что, скорее всего, движение было спровоцировано буквально несколькими, да, видите, несколькими ударами по стакану, то есть, видите, удар по стакану, потом чуть-чуть утихомирилась, снова удар по стакану, утихомирилась, снова удар по стакану и так далее. Это говорит об очень низкой ликвидности монеты, вполне возможно, что буквально 1-2 игрока это все дело провоцировали, и вписываться в такую пампантом структуру, конечно, дело каждого, на мой взгляд, это делать ни в коем случае не стоит, и говорить о какой-то реальной силе покупателей здесь тоже преждевременно. Уровень, конечно, неплохой, уровень сильный, и вообще диапазон там 86-18 долларов, он выглядит такой, так достаточно сильно, но такое движение, оно может продлиться, пока биткоин чувствует себя более-менее комфортно, пока он ловит какое-то восстановление, но как только начнется следующая фаза падения, это все обвалится очень быстро к отметкам сначала, начало вот этого вот роста, а впоследствии и к более низким, поэтому тут такие качели, в них вписываться, на мой личный взгляд, не стоит, если вы хотя бы примерно представляете, что такое контроль рисков, и что его здесь выставить практически нереально. Вот, например, мы смотрим там на пятиминутный график, мы пытаемся найти, за что зацепиться, за какой лоу, и понимаем, что практически всегда любое движение здесь может быть выбито, не говоря уже о сделках в шорт, которые мы можем здесь также попробовать придумать их, вот таким вот движением могут выбить. А не забывайте еще важный момент, что, например, если вы открываете шорт, ну там, я не знаю, лонг, шорт, куда угодно, и ставите какой-либо стоп, то у вас стоп может вообще сработать на окончании движения, потому что, если это все происходит одним ордером, то это означает, что выбивают весь стакан, и ваш ордер, который, ну, срабатывает там, у вас две цены, там, одна цена, допустим, цена отсечки, вторая цена, там, исполнение, там, лимитное или рыночное, и у вас получается, что срабатывает цена отсечки от, собственно, ликвидности, по которой ваш ордер закрыть, ее просто нет. И следующая ликвидность, если у вас там по маркету, например, идет закрытие, она появляется только вот здесь, там, на 180, у вас, например, стоп на 120, ну, не знаю, 140, допустим, а следующая цена у вас, которая есть, в принципе, в стакане, это 180, и рынок, маркет у вас закроется по 180. То есть, не знаю, вот, исходя только из этого, мне уже вполне достаточно оснований, чтобы в какие-то такие движения в них не вписываться. Если получилось там что-то заработать, что-то закрыть, когда у вас там даже был давно набран, то это замечательно, но что-то именно открывать на таких движениях, я думаю, это уже слишком. Вот, значит, выводы по сегодняшнему обзору. Сейчас ситуация, она намного более неопределенная, чем вчера. Если вчера и, в принципе, на той неделе можно было с большой уверенностью утверждать, куда может пойти цена, то сейчас вот эта вот пауза на текущих уровнях, она может говорить, в принципе, о том и о другом. И если мы смотрим, опять же, торговые данные, мы увидим, что тут также нейтральная ситуация, там и 40 на 60, и потоп позиция там 50 на 50, в общем-то, мало это о чем говорит, поэтому я пока воздержусь как бы от каких-то таких склонностей в одно или в другое движение цены. Общий глобальный вариант остается тем же сам, которым я озвучивал вчера, но по краткосрочным позициям пока есть большой знак вопроса. Вот, я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что крутоблюдный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйтесь за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а все-таки решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, всего хорошего и пока. Продолжение следует...